Я просто хочу, во-первых, вас поблагодарить за добрые слова, сказанные в адрес-партаменте. Вам спасибо за сына, спасибо за работу. Анатолий Алексеевич Крым, мы вообще дружим с ним со студенческих лет. Он просто ведь институт закончил, мастерскую розовую, а я в это время был студентом актерской факультеты. Я говорю, вот так мы едем. И как-то он мне сказал, ты, говорит, все вставишь, а я на меня не поставил. Вообще хороший коматур. Так бывает. Мне как неудобно, я говорю, тоже. Я говорю, я обязательно что-нибудь буду ставить, поставлю обязательно на тебя. И вот я долго-долго как-то пытался, я пытался как-то поставить очень бережно, не сократив ни одной запятой и не потеряв ни одной точки. Там вот, там нет, это вот просто чистый текст, без потери, я ни одной буквы не потерял. Для меня это было принципиально, потому что я уже с Карамазовым сделал, продолжающую композицию, я все привел в диалог. А здесь я постарался вот именно вот рассказ и вот именно сочинение. Но они это должны понять. Я имею в виду вот эти девять человек. Их же всего тринадцать. Для меня вот эта сцена, когда он остается один, конечно, медленно и начинает готовить праздник. Она потрясающая. Мне это очень важно сделать. Пойдут это, не поймут. Но я знаю, что обязательно взяли, как сказал Шекспир, но знаток опечалится. Поэтому он там делает абсолютно все точно. Вот это картос, соленая вода, вот это все абсолютно точно. И поэтому, знаете, в поэтическом ряде мне какую-то достоверность. Потому что тринадцать человек, плюс еще оркестр, где его расположить? Нет. А есть ли такие музыканты, которые вот точно понимают, что там происходит? Есть. Звукорежиссеры они не слышат. Художник по свету это не видит. Потому что они автоматически. На рейтинг. А так не бывает. Оно сегодня может быть на полсекунды больше, завтра может быть на полсекунды меньше. Это нельзя, это нельзя. Вот я тебе сказал, вы выключили свет рано. Убрали свет с главной сцены. Он упал на реплику. И Бог слушал его молитву. И Бог внимательно слушал его. Все, все. Нету тебя. И сцены нету. Потому что плюс там такие тонкие вещи, которые... Он художник по свету, художник по звуку звукорежиссера. Они должны быть сотворцами. Они должны вот здесь, вот если это здесь сейчас происходит, он должен вместе с ними ловить. Чуть громче, чуть тише. Убрать, подать, остановиться. Понимаете? А не человек, механически включающий кнопки. По поводу поэтического ряда, по поводу иллюстрации. Я... Вот есть какие-то вещи, с которыми... Ну, это, может, теоретически происходит, да? Он говорит, ну... Нужен поэтический ход литературному тексту. Нужен. Только литературный текст должен давать основание. Гарсия Лорга. Их и поэтический ход. Говорят, тут сам он написан, этот рассказ. Он написан, с одной стороны, таким бабелевским языком. Язык. С другой стороны, он, как бы, очень... Вот, как бы, вроде фантазмагоречен ли это вот это, да? А с другой стороны, это не бьет, в принципе. И вот где вот это край, вот это сочетание узнаваемого и познаваемого, которое есть вот, как бы, искусство. Это как бы... Думай, что-то нащупываем. Не уверен, что до конца... Ну, нащупаем. Не по линии украшательств и придумывания новых мизансцен, а по линии углубления вот это то, что я есть. И это, я думаю, сегодня как-то не странно, но публика и зрителям молодым воспринимается... ... ... ... ... ... ... ... ... ...